Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Гарри Табах, известный общественный деятель, аналитик, капитан. Здравствуйте, Гарри. Здравствуйте, Михаил, вы тоже известный. Уважаемые зрители, я заранее извиняюсь, не в лучшем состоянии. Сегодня записываю интервью, чуть приболел, поэтому извиняюсь перед вами, перед Гарри. А просто не хотел переносить эфир, благо тем предостаточно и такой острый момент очень сильно. Ну что ж, Гарри, я вначале хотел бы начать с поздравлением. В вашем полку прибыло, теперь рядом с вами, плечом к плечу, стоит Андрей Андреевич Пенковский, который призывает Байдена не баллотироваться на следующий срок президентский, и считает, что Байден, по сути, уступил левым, которые мешают помощи Украине и мешают поддержке Израиля. Согласны ли вы с уже Андреевичем Пенковским и рады ли вы, что теперь рядом с вами такой надежный союзник? Я ужасно-ужасно рад, да, прям не знаю, наверное, сегодня отпразднують такое дело, что полковник Пенковский решил так, слушайте, это даже не стоит комментировать, потому что первоначально было все лишь бы только Байден, только Байден, потом объявление, что я вообще-то республиканец, потом главное не Трамп, теперь уже не Байден, ну вот, наверное, скоро уже можно ему будет посылать Тарампист, Тарампист. Человек, который был коммунистом, не просто там коммунистом, понимаете, там разные люди есть, они люди есть, которые вступали в коммунистическую партию, чтобы там продвинуться по работе, чтобы стать там профессором, чтобы получить какую-то там роль или еще что-то из-за карьеры, хотя им это партия была готова, если это все прекрасно понимаем, но были люди, которые там были парткомы, были там комсомольскими этими главными по звену, или еще что-то, пропагандистами, КГБшниками, стукачами, это были люди не просто в партии. Полковник Пинковский был один из таких людей, насколько я понимаю, он был не просто партийным работником, или там в партии членом, как говорится, он был мозгом, языком этой партии, точно так же, как и Яковенко, которые занимались пропагандой, занимались работой партийной, потом стал оппозиционером, когда это стало модно, потом стал еще чем-то, потом стал американцем, потом стал еще что-то, потом демократом, теперь республиканцем и так далее, и так далее, и так далее. Ну хорошо, следующий, кем он будет? Космонавтом? Это несерьезные люди, а главное, что несерьезные те, которые их постоянно крутят, постоянно продвигают, постоянно их внушают другим, что вот этим людям надо верить. Он уже объявил, что в Украине есть самолет F-16, вот он знает, ему звонит, милый все время ему докладывает, Залужный докладывает каждый день без него, но он знает, как захватывать войну, он себя называет военным экспертом, и люди слушают это, но виноваты вы, потому что вы их раскручиваете, а потом тоже перепрыгиваете, становитесь, это... Короче, я не думаю, что это стоит вообще времени уделять этому, в следующий раз он будет еще кем-то, потом он будет трампистом, потом он будет ленинистом опять, потом еще кем-то, потом еще кем-то и экспортом во всех вопросах. Ну что ж, Гарри, в тот момент, пока вы находитесь в Соединенных Штатах Америки, где-то недалеко от вас, наверное, находится Алексей Арестович, который обивает пороги республиканской партии с призывами голосовать за поддержку Украины из-за финансирования дальнейшего противостояния и сопротивления российской агрессии. Вчера Алексей Арестович вдруг разразился критикой в адрес Запада, заявив о том, что у Запада нет яиц. Запад плюнул в лицо Украине на саммите в Бухаресте в 2008 году, не проголосовав за план по вступлению в НАТО для Украины. И тогда Украина должна была понять, что она не нужна Западу, должна была развернуться и проводить собственную политику без поиска западного сюзерена. Согласны ли вы с оценкой Алексея Арестовича, что у Запада нет яиц? И вообще, цитируя Арестовича, Украина выбрала неправильную сторону в этой войне, потому что она оказалась на стороне слабых, неспособных вообще к сопротивлению. Вообще считает Арестович, что если бы Россия совершила акт агрессии против стран Балтии, НАТО бы это проглотило. И, собственно, 10 тысяч погибших, это был бы тот максимум, который психологически могло бы позволить себе НАТО и Соединенные Штаты Америки в частности. Я не знаю, это же тоже еще один из этих людей, который все время менял историю, все время теперь он тоже уже на республиканской стороне, что, оказывается, с республиканцами надо дружить, надежда на них и так далее. Послушайте передачи до этого, где он высмеивал. Я имел с ним контакт, высмеивали всех нас, что мы идиоты, придурки, что Ланглес не нужен. А он не подвел свою же страну Украину. Ну ладно, там Запад подвел Украину. Так значит, ты сам свою страну подвел. А потом, что такое Запад, я тоже не совсем понимаю. Израиль считается Западом, Япония считается Западом. Аристоич считает, что Соединенные Штаты Америки по сути кинули Израиль, потому что сейчас заставляют Израиль пойти на создание палестинского государства. И те эсминцы, которые пришли к берегам Израиля, это не просто эсминцы, это эсминцы, которые контролируют и Иран, и Израиль. Ну, это вероносные группы, там, а два вероносных. Ну, это... Я не понимаю, откуда он знает, к какой причине они пришли, кто приказы на это выдавал, какая их миссия, с ним что, кто-то делился этим. Это все его додумки, опять же, и догадки. А то, что кинули, так это Запад кинул? Или это может быть вот эта администрация, за которую он так ратовал до этого? Что значит Запад? Конгресс не кинул, Конгресс продолжает требовать. А это американский народ, Конгресс, не Белый дом. Они не понимают базовых структур американской системы, американских ценностей. Они не понимают, как работает элементарная вещь, что такое Конгресс, что такое нижняя палата, что такое верхняя палата, как они между собой относятся, что такое Белый дом, кто чего решает. Вот так, всех американцев, весь Запад. Ну, так же, как там, у меня частенько есть. Все украинцы, все русские, или там все эти, все те. И я не знаю, как на это комментируют. Еще один, о чем он приехал в Вашингтон? Он же вроде полковник в СУ. Или он политик, или он психолог, или он кинозвезда. Я не знаю. Это очень сложно. Я не понимаю, почему все слушают этих людей. Он успокаивал. Теперь он говорит, что он говорил неправду. А как вы теперь поймете, он сейчас говорит правду или неправду? Может, он вас опять успокаивает? Да, я прошу прощения. Вчера Алексей Аристоевич заявил о том, что в прошлом году весной он вместе с коллегами три раза привозил республиканцев, представителей Конгресса, в Киев. С ними отказывался украинской войны встречаться. Они вынуждены были уехать. И так было три раза. До этого в эфире Алексей Аристоевич, кстати, заявил о том, что благодаря его усилиям и усилиям его депутата Верховной Рады Валерий Залужин был назначен главнокомандующим перед войной. А, да, он заявил, что он его назначил главнокомандующим. Ну, молодчина, что я могу сказать. Я, например, когда был космонавтом в прошлом году, я тоже высадился на Солнце. Еще кто-нибудь есть, кто это подтвердить может? Есть документация какая-то, есть фотографии, что есть дебаты, где он участвует. Ну, люди любят слушать, а потом он же говорит, что да, он обманывал, он говорил неправду в начале войны, чтобы успокаивать людей. Он говорил неправду про то, он не говорил про то. Ну, теперь что? А как теперь? Мы должны всем им верить, если они раз говорили неправду, два говорили неправду, а мы теперь знаем, он нас опять успокаивает, или он говорит правду. это непонятно. Я не знаю, поэтому всегда, когда ты говоришь неправду, это выльется, это войдет, и потом будет неприятность. Вот сегодня Украина оказалась, почему в такой ситуации? Потому что говорили неправду, потому что по телевизору, потому что вам все, вот ваши братья и сестры, врали, и вытаскивали всех этих рунов в эфир. Врали, обманывали, обманывали нас, обманывали свой народ. Теперь они говорят, да, но у нас это была причина. Теперь полковник Пенковский, полковник Арестович, полковник Светаны, теперь они еще все евреи станут, потому что сейчас будет выгодно быть евреем, потом будет, или сейчас не выгодно, потому что он в Израиле, потом будет опять выгодно, они тебе будут татары, будут евреи, будут почти кто угодно, украинцы, русские, смотря как ветер подует, смотря сколько лайков. Нет, чтобы сказать, хорошо, я был неправ, я приношу свои извинения. Вот 7 миллионов просмотров и лайков, которые я набрал, говоря неправду, или вводя в заблуждение, я сейчас все эти деньги, которые я заработал, перевожу раненым солдатам и семьям погибших. Все деньги, которые я заработал на этих миллионах просмотров, тогда можно еще бы разговаривать с этим человеком, а пока что все эти, которые себя называют полковниками, всех, от которых я требовал сатисфакцию, Светан, Арестович, Жданов, так что они все подонки. Ты ли офицер и принимаешь сатисфакцию от другого офицера, или ты подонок, других опций нет. Опять же, я говорю из своего воспитания, я это вижу со своей колокольной. Так работает у нас. Я не украинец, я не советский офицер. Наверное, так работало по-другому. В России работает и в советском. так как украинцы все-таки хотят разделять наши ценности со мной, поэтому я так себя и веду. Если хотите разделять наши ценности и хотите быть вот этим западом, тогда надо и перестать. А что я, как я могу перестроить? Я могу только рассказать, как офицерство работает, как устраивается сержантство, офицерство, как армия. Поэтому многие меня обвиняют, что я там обвиняю Светанова в антисемитизме, что он герой, что он все, что он то. Я говорю, он говорит, что он полковник. Нигде его как полковника я не вижу. Нету его как полковника, нигде он подполковник. Почему его дают за полковника? Я не знаю. Почему его антисемитские эти все выходки? Я требую сатисфакцию. Он это игнорирует. Значит, он никакой он не полковник, он подонок. Герой он, не герой он. Я не знаю, ничего найти не мог. Никто подтвердить ничего не может. Все, что я вижу, у меня куча вопросов к этому человеку. А вреда он наносит неимоверное количество Украине на сегодняшний день. Тоже знаток на все, по экономике, по десанту, по авиации, по морским делам, по космосу, по политике, по медицине, по всем вопросам специалистов. На всех каналах Украины. Мы с вами пишем интервью, я думаю, где-то с лета. Вы действительно говорили о том, что ситуация, она катастрофическая и предупреждали о том, что Украине не хватит оружия для продолжения эффективных наступательных действий, как минимум наступательных. на фронтах войны с Россией, потому что Россия раскручивает собственное ВПК и увеличивает, утраивает свой военный бюджет на следующий год. Ну, полгода прошло, мы видим, что пришло к тому, что пришло. Что делать теперь? Вот уже все, но мы находимся сейчас в преддверии Нового года. Что делать теперь? Что вы прогнозируете? Что делать теперь? То, что делать. Делать то, что делать, там будет, что будет. И я не могу комментировать, что нужно делать, потому что у меня нет всей картины всего, что происходит. У меня нет разведки, у меня нет генштаба, и у меня нет ни звания, ни опыта в таких ситуациях. Мой опыт, там, звание позволяет на уровне бригады, ну, хорошо, давайте, я талантливый на уровне дивизий. Дальше у меня нет ни опыта, ни звания, ни знаний, ни сил и ничего другого. Поэтому я могу только сказать одно из того, что происходило. А происходило то, что генерал Залужный, генерал Буданов и их штаб, или по-нашему это стафф, их окружение, чем они себя окружили, с тем, что было им дано, с теми инструментами, которые были им даны, с той властью, которая им была дана, они сделали чудо, произвели. Они смогли устоять два года. Где-то даже переходя и в контрнаступление, и в наступление, и, в принципе, сохранили державу. Я должен доверять то, что они говорят, и не идти против них, потому что, опять же, у меня нету недостаточно, я не полковник Пинковский, и не генералиссимус там, света в расстегнутом кителе. Я считаю, что да, с тем, что у них на сегодняшний день есть, с тем бюджетом, с тем инструментом, и с теми офицерами, генералами, которые им достались постсоветскими, ну вот что-то вроде Жданова, Светана, вот это офицерство, они сделали чудо. Поэтому сейчас говорят, что единственное, что они могут сделать, это перейти в жесткую оборону и держать рубежи, пока что-то не изменится. Или у нас, или в России. То, что говорил еще в мае, в июне 22 года Андрей Николаевич Лорионов говорил об этом, что ленд-лиса не будет, оружие не дадут, Европа сама не потянет, не даст. То, что и произошло. То, что и произошло. И сейчас рассчитывать всегда надо было только на свои силы, не верить никаким сказкам и обещаниям, потому что сегодня у нас много других проблем. Еще одна война в Израиле, назревает война в Венесуэле против Гиена, и много других вещей, которые сейчас происходят. С Ираном у нас уже довольно-таки натянутые отношения, которые могут сейчас проявить. Вчера, по-моему, сейчас Конгресс заблокировал передачу 6 миллиардов долларов, ну и наверняка 10 миллиардов долларов, слава богу. Опять же, Конгресс, Республиканский Конгресс это сделал. Заблокировали. Так что президент не сможет это сделать, я надеюсь. Так что ситуация очень накаленная вообще во всем мире, не только в Украине. Гарри, вот вы только что упомянули Валерия Залужного. Действительно, он сделал очень много для Украины. Он выдающийся генерал с образованием, с тремя высшими образованиями. Действительно, большая редкость для постсоветского генерала, но тем не менее... Но он никогда не был советским военным. Не то что генералом, он даже военным никогда не был советским. Я имею в виду для постсоветского военного Украины. Я хочу вас спросить. Сейчас выходят публикации на Западе, даже перечислять не буду, тут как бы все понятно, натянутые отношения между главком Залужным и президентом Зеленским. Собственно, президент Зеленский недосмысленно дает понять, что либо политика, либо военное дело. Депутат Верховной Рады, не будем его даже называть. Собственно, депутат без угла, чего не назвать. Она постоянно опубликует какие-то посты, которые, ну, скажем так, просто нивелируют позицию генерала. Западная пресса говорит о том, что президент Украины, минуя голову Залужного, может отдавать непосредственно команды генералам, которые как бы подчинены Залужному. И так далее, и так далее. То есть есть как бы ряд серьёзных проблем, о которых говорят и в Украине, и за рубежом, которые действительно должны прийти к какому-то логическому завершению. Это же не Петроград с 1917 года, где есть приказ номер один, офицерам не подчиняться, и, значит, солдатские комитеты, они отдают, значит, ЦУ офицерам. Ну, не может быть двоевластие, да, то есть либо одно, либо другое. Соответственно, вот как вы видите ситуацию с генералом Залужным, останется ли он на своей должности, либо всё-таки президент примет решение о его замене, тем более, как я понимаю, скажем, дрова в этот огонь подбросил ещё визит Ллойда Остина, якобы Залужный жаловался на президента, значит, Остину, и это дополнительно как бы обострило отношения президента и Остину. Как вы ко всему этого относите? Вы имеете в виду президента из Залужного? Президент из Залужного, конечно, да. Опять же, это же всё такие слухи, мы же точно не знаем, что происходит. Это кто-то сказал, какая-то там депутатша у вас, говорит, ну, депутаты частенько бывают, сумасшедшие там, или делают это ради своей, какой-то зрели, я понятия не имею, о ком идет речь. Это в Украине бывает, и вы хорошо знаете Украину, вы понимаете, что в нынешней ситуации ни один депутат, отправивающий партию, говорит то, что ему сбредет голову, да? Ну, нет, почему? Есть, сумасшедшие везде есть, это у нас то же самое, есть и в одной, и в другой партии, и в России даже были такие, делают они это, потому что заказано у них это делать, или делают они, потому что неправда, чуть-чуть это сдвинулись мозгами, чёрт его знает, я не знаю, но всегда есть такие, которые там, начиная от Жириновского, заканчивая Гудковым, которые шли против течения. Я не знаю, что они говорят, дело всё в том, но я знаю из истории, что когда война затягивается, когда не сработало так, как обещали, как вот вы вещали, изо всех рупоров, изо всего наступления, они отступают, сейчас возьмём, оружие идёт, вот сейчас дали, вот сейчас приехало несколько танков, оказывается, они старые наши, абрамсы приехали, год их делали, а оказывается старые, тысячи у нас стоят в пустыне. То же самое сейчас, какие в 16, когда, чем будут вооружены, ничего не понятно. И, конечно же, это всё используется Россией, это всё на руку России, все эти расколы, все эти западные, восточные Украины, русскоязычные, украиноязычные, всё это в помощь России. Почему у меня такая, такая про Светана, потому что это огромный ущерб Украине наносится. Евреи, израильтяне, евреи, ну вот это вот очень болезненный вопрос поднялся, вскрылся, вскрывает. Причём, зачем это делается, ну понятно, советский офицер, старые закалки этой советской офицеры, тысячи видел. И у них, в училищах этих военных, советских, ненависть к Израилю, к Америке, к евреям, это там было как привит, как он сам же говорит, что-то на генетическом уровне у русских по сатизму, там и убийство, вот так вот у советского любого офицера, 90% из них, это было привито, вот этот антисемитизм, ненависть к Америке, и что Светан тоже показывает, у него в Америке все плохие, и Байден, и Трамп, все, все уроды, и капитализм, и так далее. Даже это наносит еще, потому что Путин это слышит, они это знают, и когда война затягивается, кто виноват? понятно, кто виноват, что дальше делать? это не только с заложным, если это происходит с заложным, опять же, я не знаю, но исторически, да, это так складывается, это то же самое происходило и с генералитетом немецким, когда уже война, там, Гитлер снимет, я не сравниваю, Зеленского с Гитлером, но и так начинают, это там генерал Бек, Штаффенберг, вот они виноваты, это вот они там создают такую ситуацию, предатели, это генерал Маккарфи, да, когда в Корейской войне, это Мойша Даян попал в неприятности, то же самое в 73-м году, и частенько это начинается сваливать на военных, что военные подвели, что военные не сделали свою работу, а чем они могли сделать свою работу, если вы политики довели мир до такой ситуации, а потом не дали им еще сделать свою работу, не дали нам сделать свою работу, и вы можете посмотреть мои программы, в самом начале войны, где я в принципе повышал голос, бил кулаком по столу, и кричал, если вы с мерзости довели это, дайте оружие, дайте инструменты нам исправить ситуацию, что же вы еще даже не даете нам, мы гибнем там, наши лучшие из лучших, на цвет нации убиваете, мрази, ну что, в Айдене сейчас, значит у нас выборы, выборы очень тяжелые будут, эти большевики просто так власть не отдадут, кто виноват в том, что сейчас в Израиле война, что в Украине война, что сейчас назревается это с Тайванем, что это сейчас у нас назревается с Венесуэлой, с Косово, все эти войны, с Азербайджаном, с чего вдруг было все тихо, значит надо на кого-то это свалить, на кого свалить, ну украинцы, вы сами виноваты, там у вас коррупция оказывается, эти же рупоры, которые вас убедили, а что у вас происходило, вы читали New York Times, CNN, и Washington Post, это единственные были источники информации, потом это вам переводили, вот полковники Пинковские, швецы, вся эта коммунистическая мразь, российская, советская, переводили вам это на русский язык, и по всем каналам вас убеждали, что происходит, главное у вас был враг Трапа, сейчас еще Маск, вот еще один появился, у вас такой враг, лютый, и с этим вы воевали, теперь эти же рупоры, этот же Washington Post, это же New York Times, это же Виканн, это же Полытикова, это же CNN, вам говорит, что Украина подливала, Украина не смогла справиться, мы им дали все, ну тут же Аристочка, так там невыгодно, у нас все есть, мы все договариваемся, все хорошо, у нас вот уже, мы уже окружили, мы уже пошли, то же самое, убаюкивали глаз, что все хорошо, все хорошо, за Лужный, не надо рыпаться, не надо, не волнуйтесь, за Лужный за вас все решил, все решил за Лужный, то же самое происходило у нас в прошлые выборы, не надо, сидите дома, не рыпайтесь, ничего не делайте, Трамп гениальный, он все решил за вас, все, сидите, вот пожалуйста, что они и делали, пока что их дурили теперь они обвиняют ваш у вас оказывается коррупция что оказывается все успел что оказывается 70 или 80 процентов всего что вам давалось то шло обратно в америку это все и все деньги эти тратились соединенных штатах америка ничего толкового не получили за эти деньги а цены на нефть большие были есть до сих пор кого винить и нить конечно же украинцев и украину ну а власти украинские кого не могут винить военных это все так власти делают и американские власти так делали кто в афганистане у нас почитайте комнаты американская армия драпанула из афганистана американскую армию афганцы разбить и армию там у нас разбили так политики так администрация себя повела наша армия смела иракскую армию в течение двух недель в ираке застряли в сирии застряли но это не военные мы это как раз свою работу выполнили это политики обвинять они будут нас в том что происходит что мы не выполнили задачи это все политики так делать конечно когда война затянулась до война перешла в экономическую войну они в блэкскрик то есть на истощение истощение тоже понятно было что украина истощится намного быстрее 100 особенно с такой не помощью которую ей дают и начали искать виноватого виноватом оказывается генералитет украинский а так бывает это не только в украине так происходит всегда то же самое было со многими генералами во время войн когда война шла не так как политики когда не стали мы же вас приказали выиграть войну победить а вы не побеждаете свежит кузне ничего не даете вы же на полете заботитесь о своей политической и безопасности больше чем вы заботитесь о мир обезопасности но опять же полить все на одного человека на зеленского я считаю что же неправильно я не говорю что он не мог сделать все правильно он не мог сделать идеально но опять же я могу только это оценивать из тех фактов которые я имею а факты которые я имею то то что он ездил по всему миру и требовал оружие просил оружие потом позвонил байдену и сказал послушайте лэнд лиджи конгресс дайте лэнд лис в телефон тот его обругал обматюгал сказал еще раз упомянешь это слово лэнд лис и тебя вообще не будет ничего не получит и все и он и и все стали говорить вокруг него он все равно ездит просит оружие а его окружении и вы журналист продвигаете опять этих которые вас убеждают что вот сейчас пошли танки сейчас хаймарсы пошли вспомнил посмотрите в начале передачи того же гордона того же фейгана с арестовичем как они вам рассказывали сколько сейчас придет сколько сейчас будет как всего будет много сейчас 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 вот рамштейн 2 вот рамштейн 1 вот перевернули землю с с небом это говорил остин первым же рамштейн сейчас дадим самолеты часто и ничего а если кто-то еще хочет что-то дать то блокировали это поэтому этой ни один гитлер участвовал в убийстве евреев цыган остальных людей у него были коллаборанты у него были помощники его были те которые мы подыграю подыгрывали те которые помогали тут тоже самое тут тут не один зеленский виноват тут есть еще и другие игроки которые очень здорово этому подыграли включая четвертая ветвь власти журналистов ну и я знаю что вас обвинять это очень опасно но на самом деле вот если говорить объективно все таки президент зеленский делал очень много конечно ошибки были но то что украина выстрела в первые дни то что он действительно требовала запада оружие просил оружие это я помню это я помню у нас конгрессе где ему все встали аплодировали весь мир стоял аплодировал он требовал тогда оружие помощи и все ему обещали все обещали потом то что вы называете западом а в реале это администрация байдена сказали нет никаких самолетов польши не даст нет это не дадим нет танки не дадим но вы же знаете в украине представляли эту ситуацию что мол пока байден украине будут помогать и не дай бог власти хорошо помните да теперь уже видите как они поменяли меняют свою быстренько сейчас я больше того сколько раз я говорил почему у вас в эфирах нету никого из американцев из настоящих американцев павла до американского дальнобоя этнического украинца сначала свои передачи вообще вел только на украинском языке который тоже был против трампа потом пытался объяснить как надурили украинцы близко его никуда не подпускают сержанта азаркина андрея тротуар свой канал есть полна на радаре называть чему его нигде никогда не показывают почему никогда не показывает нигде диаспору ювей погдана боровца и юрия подвального которые стоят вот если белого дома не требует оружия для украины этнические украинцы почему их нет вот этих американцев почему нету андрея корчагина он тоже был депутатом в россии и он первый который ушел первый который сказал что путин не годится никуда в двухтысячном году он как раз избрался в думу до путина нигде у не видно он живет уже давным-давно в великобритании тоже нигде у него тоже есть свой канал но он выступает сейчас вот не стали звали но один раз выступил у этого телеста да и еще там я уверен что кого-то еще не назвал там тоже любарского многих который построил огромный бизнес в украине пару раз выпустили андрея николаевич и ларионова потом началась целая кампания против него меня пару раз и сейчас а сейчас вот они уже начинают издевать мне звонит уже со всех этих каналах приглашают пожалуйста давайте вот а что нет и чип я вам сказал вы полтора года блокировали нас а сейчас дайте пожалуйста на у телефон и азаркина и подвального и боровца и павла дальнобоя и короче дайте нам когда мы с ними теперь вы хотите через два года войны вы теперь хотите услышать что же хотя что же чем же мы занимались здесь вот эти враги вот эти трамписты ненавистные евреи хотя это этнические украинцы в основном теперь по никто из журналистов ответить за свои действия не хотят они просто сменили это на этой пошли вот представьте себе михаил любую другую профессию любой учитель врач военный юрист полицейский если вот они бы могли так делать как журналисты делают и не отвечать ни за что не знаю я думаю что некоторых из вас надо все-таки призвать к ответу зачем вы это делали вы что не знали что они врут пошли продолжаете это делать вот что меня я не понимаю продолжаете вводить людей заблуждение продолжайте проталкивать этих криминал реальный криминал спасибо большое гарри за это интервью карета была в михаил и на политический эксперт военный эксперт капитан нет эксперты у нас это тут полковник пентковский полковник арестович арестович и по все вы полковники нас я не эксперт я просто имею какой-то опыт и кое-что там понимаю в американской жизни я обыкновенный человек спасибо большое спасибо до свидания